Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк Хлынов. Вы давно ждали этого? Мы это сделали! Реальная экономия на реальных покупках. Совершайте безналичные покупки с помощью карты кэшбэк от банка Хлынов и получайте процент от суммы оплаты назад на вашу карту. Кэшбэк от банка Хлынов. Вы тратите, мы возвращаем. Подробности в офисах банка на сайте банк-дефисхлынов.рф Коммерческий банк Хлынов. Открытое акционерное общество. Лицензия ЦБРФ номер 254. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Добрый день, Владимир Вениаминович. Здравствуйте. Хотела расспросить вас о том, как вы съездили в Италию в то время, когда все тут на субботниках. И расспрошу, но чуть попозже. Начнем с вопросов сайтов. Сайты я напоминаю, что на сайте хакерова.ру есть возможность задать вопросы нашим спикерам. Каждый раз накануне прихода нашего гостя мы выкладываем фотографию, анонс. Здесь вы можете задать вопрос. И Олег пишет вам следующее. Молочники просят защитить их от фальсификата белорусского молока. Вы тоже считаете, что это проблема? Ваших выступлений по этому поводу не было. Ну, на самом деле, недавно в антимонопольном комитете, буквально 21 апреля, Артем Владимирович Молчанов организовал круглый стол как раз по контрафактной продукции. Там был Василий Куприянович Сураев, глава Молочного союза и председатель директоров Вятушки. И Плехов была Людмила Петровна, и я был тоже приглашен. Мы как раз разговаривали на тему, что появился из соседних регионов Нижегородской области, в частности, из Пермского края, производители такие недобросовестные, которые начали подделывать масло, творог, сметану. И вот в наших даже некоторых больницах, я не ругаю руководителей больниц, потому что сегодня бюджетные возможности ограничены. И те люди, которые закупают сметану, творог и масло, они вынуждены ориентироваться на цену. А там, например, появляется, я вам скажу, сметана Нижегородская по 46 рублей за килограмм. Хотя, если кто понимает, натуральная сметана, у нее себестоимость минимум 65. Это себестоимость. Поэтому такой сметаны просто не должно быть. Мы ее должны упаковать, привезти, но это совершенно другие цены. Затем масло. И вот даже в то предприятие, муниципальное предприятие общественное питание, которое занимается снабжением детских садов, школ, завезли, ну, контрафакт, подделку. То есть фактически это было не сливочное масло прокуратуры, это выявило факт, а растительные там, растительные жиры. Роспотребнадзор, хочу успокоить там родителей и общественность, что Роспотребнадзор проверил. Она безопасная продукция, но это растительные жиры. И по цене, конечно же, в два раза дешевле. Я знаю, что мы там, и Василий Купленович об этом сказал, я говорил, что мы обращались вот в этот МУП, общественно предлагали масло, но они говорили, ребят, ну, у вас дороже. Так мы говорим. Какие должны быть критерии вот на этом круглом столе, чтобы защитить свой рынок от контрафакта или от какой-то некачественной продукции, когда люди просто демпингуют. Сказать, что, ребята, минимальная цена, как в Германии. Кстати, в Германии регулирование цен идет на социальные продукты. Мясо, молоко, хлеб. Они говорят, нижняя цена. Цена не может быть ниже такой. И поэтому, если ты испортил продукт, или он у тебя некачественный, или поддельный, то есть ты не можешь продать его, условно говоря, там дороже 200, дешевле 200 рублей. Там сразу идут, как бы, все доходы идут в налоги. То есть там такая она, как бы, система построена на экономическом обрезании, регулировании, а не на каком-то способе. То есть ты просто заплачешь все в налоги. И поэтому это нерентабельно. Нижняя планка указывается. И тогда вот от этой нижней планки конкурируйте, пожалуйста. Вот кто-то может дать вот это, это или это. Поэтому, возможно, на федеральном уровне, а возможно и на областном уровне, какие-то меры предпринимать надо. Но более сложная проблема, мы ее не поднимали. Прошу прощения, пока обязательно сейчас об этой проблеме. Но вот, например, когда у нас был разворот на бизнес, посвященный этой теме, и названные вами люди тоже присутствовали, Фат Хайрулин, это гендиректор АСК «Авиаткоплем», он звонил и предлагал, мы это озвучивали, как раз, что касается социальных учреждений, школ и больницы, принять какое-то решение, подзаконный акт, акты, еще что-то, чтобы аукционы были замкнуты на местных производителях, которые их легче контролировать, которые быстрее довезут, качественно поставят и так далее. Это пока понятно, что законодательство не поддерживается, но как вы считаете, это было бы правильно? Вы согласны с этим? Ну, конечно, кто откажется, когда тебя пытаются считывать интересы, но я хочу сказать, что это предложение, оно мне нравится, но оно незаконно, антимонопольная служба моментально вынесет какой-то приговор. Другое дело, что я считаю, что департамент сельского хозяйства или предельство области, там в лице других регулирующих органов, могли бы, например, указать, дать рекомендации, ведь больницы это областное подчинение, и дать, например, а город может дать мупу нашему, вот этому, который закупает продукты для детских садов, школ, какие-то минимальные цены, гарантирующие натуральность продукта, чтобы, да, конкуренция, я согласен, она должна быть, но не ниже нижнего предела, когда, откровенно, масло в два раза дешевле, ну, такого просто по определению быть не может, если это не подделка. Вот какие-то рекомендательные, и уже директора, ведь закупом занимаются директора больниц, а у них там не так жестко в плане проведения конкурсов, поэтому они, наверное, могли бы каким-то образом, ну, вот выбирать. Потому что я знаю, что многие там директора больниц, например, жалуются, что покупают, там, закупают какой-то продукт, он некачественный. Например, я знаю, что вот поставкой, у нас сегодня такая сложная ситуация, что почти производители молока не поставляют в бюджетной организации, а поставляют посредники. Почему? Вопрос. Никто фактически из колбасников не поставляет сосиски, сардельки или там котлеты вот в государственном учреждении. Почему? Значит, соответственно, есть вопросы, а я скажу вопрос прост. Например, когда у нас, вот как у производителя колбасы, у меня покупают, там, например, тонну сосисок таких-то дешевых, там, по 98 рублей, из фарша куриного, например, а потом покупают 2-3 килограмма, там, высшего сорта за 260 рублей. И я знаю, что потом, например, эти сосиски оказываются в какой-то больнице, они берут этот у меня сертификат на качественные сардельки и говорят, слушайте, а вот киби произвело и вот поставила такие сардельки, а потом там ко мне больные говорят, слушай, мы-то ели такие сосиски, такая ерунда, там невкусно. Это прям действительно такое было? Это действительно такое есть. И когда я узнал, мне человек пожаловался, знакомый сказал, слушай, ну такая гадость, почему вот такое вот, таким кормят, я говорю, ну, наверное, это очень дешевые сосиски. И когда пришел, сказал, а мы поставляем? Он говорит, нет, мы с больницами вообще не работаем. Выяснил, кто у нас берет. Потом поговорил с главным врачом, он сказал, да, поставщик вот этот. То есть идет как бы подтасовка. А с чем это связано? Видите, сегодня законодательство часто не может наказать предпринимателя за это. Ну, там есть какие-то штрафы, но у него фирма-однодневка, он, ну, какие-то есть судебные или какие-то нелицеприятные вещи для него. Он закрывает эту фирму, открывает новую, он продавец. Производственнику такое невозможно. Во-первых, производственная база, сертификация, декларирование. То есть я не могу... Выход. Выход. Ну, вот тоже рекомендательные цены давать. Когда закуп, например, сосисок высшего сорта... Рекомендательные цены, это законно? Погодите, они рекомендательные. Нет прямого указания. Больницам покупать, но... Но больницы есть, там, они на конкурсной основе, насколько я понимаю, там, по аукциону? Нет. Больницы могут закупать, они сами выбирают. Основной компонент чаще всего становится цена. А если есть такое рекомендательное письмо, оно, понимаете, директор больницы или там человек, который занимается закупом, он не специалист во всех сферах. Он специалист, ну, например, там, в каких-то узких. А цены, например, на сосиски, там, сливочные или там молочные, или докторские, он не ориентируется. А письмо рекомендательное, например, раз в месяц, оно дает ему ориентирование, что, ребят, если ты смотришь, что сосиска там стоит 250 рублей оптовая цена на докторские или там на молочные, а тебе предлагают по 140, то ты должен забить, что, да, ты можешь рисковать и закупать, но ты должен понимать, что, парень, ты покупаешь подделку вместо высшего сорта и покупаешь даже не первый сорт, а второй сорт. Кстати, этим у нас часто грешат. И вот сети большие федеральные, они откровенно там под колбасой докторской там высшего сорта четко продается. Ну, там такие цены, я так смотрю и улыбаюсь, что вместо докторской высшей продается там по цене второго сорта даже. Есть такие скидки, знаете, вот эти все колбаса, столько-то грамм продается по такой цене. Да, не возникало желание таким тайным покупателям выступить, взять это и сдать. Куда? В Роспотребнадзор, потом в Уфас написать. Ну, вот смотрите, какая ситуация получается. Получается, сегодня у нас законодательство так построено, что Роспотребнадзор, это фактически не контрафакт. Понимаете, замена там, условно говоря, высшего сорта на второй сорт мяса, это не является преступлением. Роспотребнадзор может там указать производителю, откуда, как это появилось. И, притом, это процесс... То есть вы не верите в эту систему? Нет, еще не то, что я не верю. Роспотребнадзор проверят. Главное, что продукт не должен, он должен быть безвредным, безопасным. Ну, не только безвредным. В соответствии тому, что там находится, ну, во-первых... Это как раз то, чем и занимается Роспотребнадзор. Ну, видите, высший сорт и второй сорт мяса в колбасе... В общем, никогда не возникало. Хорошо. Да почему возникало, но... Но не решался еще. Воевать там с кем-то, с другим, ну, я понимаю, наверное, возможно, у меня столько вопросов созидательных по развитию производства, вот честно говорю. Я не сквалыжник. Вы хотели поговорить о какой-то проблеме еще по молоку? У молочников проблема такая. То есть это уже у молочной отрасли, она вроде бы внешне не сказывается. Но в наших сетях, особенно вот не в местных сетях, а вот в сетях, я имею в виду, там, других федеральных, да, появилось молоко с Удмуртии, с Татарстана, с Мариэл. И я вот как бы хочу сказать, что есть такой момент. Хотел бы обратить внимание правительства области, губернатора. Есть такая вещь. Сегодня сельхозпроизводителям, то есть это колхозам нашим, в Татарстане идет дотация на молоко примерно где-то 6,80 за литр молока колхозу. В Удмуртии 5,40, а в Кировской области рубль 50. То есть если мы закупаем молоко, условно говоря, там по 20 рублей, человек из Татарстана может за счет этой дотации дешевле выходить, условно говоря, на 5 рублей, дешевле на кировский рынок с молоком. Получается, что Удмуртия и Татарстана везут к нам свою продукцию. Они повезли только в этом году, как раз вот из-за этого перекоса, у них с 1 января совершенно другая дотация. В 2015 году началось это все. А у нас, мало того, что полтора рубля, и вот я знаю, что с начала года у меня тоже есть сельхозпредприятие, мы заплатили все налоги специальные, то есть дотация получилась, когда отчитался, заплатил все налоги, а нам эти рубли 50, вот уже прошло 4 месяца, вот сегодня, слава богу, 4 месяца прошло. Мы эти деньги не получаем, потому что их нет в бюджете. Я понимаю, что бюджет области, он имеет сегодня ограниченные какие-то возможности, но вы представляете, мы на эти деньги рассчитывали, как проводить посевную, вот если честно, там у меня вот заходит, а это опять сельхозпредприятий, и я каким-то образом должен шевелить сейчас мозгами, где-то брать деньги на посевную, это не маленькие деньги. Что могут сделать губернаторы правительства, к которым вы обращаетесь? Ну, во-первых, в долгосрочной перспективе я понимаю, что деньги, они сейчас, наверное, ну, по возможности, конечно, найти эти деньги сельхозпроизводителям, потому что я знаю не только по нашим хозяйствам, а вот по всем особенно мелким и средним хозяйствам, это проблема, они ждут этих молочных денег. Изыскать возможность заплатить, а второй момент, однозначно параллельным ходом, нужно губернатору выходить на федеральное правительство с предложением о том, чтобы уравновесить вот эту молочную ставку. То есть, как, например, сделано в Евросоюзе, предположим, сделать там три рубля. То есть, определить, чтобы все были в равных, потому что получается, ну, вот, недобросовестная конкуренция со стороны субъекта федерации других наших соседей. Если в Татарстане, там, в Удмуртии, там, в Мариэл, у них, может быть, даже хуже условия природные для занятий именно молочной отраслью, то за счет того, что за счет этой экономической поддержки они нас просто могут задавить, и у нас, самое главное, начнут падать маленькие и средние предприятия. Переработки мне, как заводу, например, проще. Почему? Потому что у меня сегодня, например, знаете, вот коллизия такая. Я там, у нас была цена там 19-19.50 без НДС закупочная у колхозов. Сейчас я вынуждаю, меня вынуждает ситуация рыночная из-за появления вот таких цену опускать до 17.50 за литр молока. И это как бы и так бьет по колхозникам. Но я почему это делаю? Потому что мне сейчас пошли предложения с Чувашей, с Татарстана, с Удмуртии по 16 рублей. И я сегодня еще из патриотических чувств беру своих, потому что понимаю, что это и летний период, и что сейчас молока много, и в этих республиках более развитая система, к сельскому хозяйству относились более внимательно, развивали регионы более богатые, более концентрированные по населению, и по всем остальным вещам. Но сегодня они нас могут просто съесть за счет того, что у них бюджет, условно говоря, больше экономический. А так как вы в курсе, что в Европе всю молочную отрасль по всем странам датируется также из местных республиканских советов, но цифра установлена в 56%. Литр молока в Европе стоит закупочной 45 центов, и 56% всем сельхозпроизводителям молока доплачивают свои государства. Скажет вам, почему тут на Европу равняться? Ну то, что наши соседи в более выгодном положении находятся, вынуждают наших переработчиков закупать свою продукцию, вынуждают в хорошем смысле, потому что дешевую цену дают, и таким образом ухают, я так понимаю, опускают наше сельское хозяйство местное производительное. Погибнут прежде всего колхозы, то есть те сельхозпредприятия, которые сегодня занимаются производством, а вы же знаете, жизнь во всех фактических районах Кировской области, они в основном сельскохозяйственные. И если не будет этих колхозов, последнее пристанище, люди потеряют работу, мы просто через некоторое время загубим всю область таким образом. Вы об этой ситуации, кроме как вот сейчас в нашем эфире, рассказывали уже в департаменте сельского хозяйства? Ну, меня, во-первых, никто не приглашает. То есть не рассказывали? Нет, не рассказывал, но я думаю, что они об этой проблеме знают. Но знаете, проблема наших чиновников, почему я всегда ругаю правительство области, потому что нет уровня аналитики, уровня конкретного перехода от аналитики к действию. Будем надеяться, что они услышат. Надеюсь. И будут какие-то обращения и предпринятые меры. Готов с ними сотрудничать, показать аналитику и даже законотворчески поучаствовать. Да, сейчас мы к другой теме разворачиваемся. Я знаю, что вы вынесли на Гордуму вопрос о 24-й школе. Совет школы обратился к вам. На грани закрытия находится эта школа. Школа, напоминаю, находится на пересечении улицы Розы-Люксембург и Ленина. Вы давно о ней говорили, давно курируете этот вопрос. Вы ратовали тогда за то, чтобы вместо высотки, которую запланировано там построить, было построено новое здание школы. Вот почему сейчас были вынуждены обратиться к вам родители, совет школы? Как вы ставили вопрос на Гордуме? И что сказали вам коллеги-депутаты? Ну, во-первых, я хочу обратиться к общественности, поддержать меня вот в этом вопросе. Напомню, для меня вот эта ситуация с 24-й школы, деживю с 28-й. Хочу вот уведомить общественность, интеллигенцию, мыслящих людей, неравнодушных патриотов, граждан города Кирова с вопросом. Мы три года назад чуть не потеряли 28-ю школу. Там уже чиновники городадминистрации, даже знаю фамилии, кто курировал из-за своего, ну, из-за равнодушия. Кому нужны школы там? Хотели даже пытались 28-ю школу снести и построить там, ну, не знаю, дом бы построили, торговый центр очередной. Но вот я, кстати, почему и стал депутатом, потому что это вот моя родная школа, у меня там дочка учится. Я все время заканчивал, я там даже работал еще во время института, когда учился там учителем целый год начальной военной подготовки по просьбе военкомата. Для меня она родная. И этой школе через два года, в 2017 году, будет сто лет. Это история. И то, что нам отстояли мы эту школу. Я хочу сказать, что позиция на тот момент, ну, что бы он ни говорил, глава города Владимир Васильевич Быков, я считаю, он несет персональную ответственность. Я тогда выступал и ругался с ним на заседаниях Думы. Его позиция была тоже самая. Он вроде бы и не против, но ничего для этого не делает. А бездействие для чиновника такого уровня, ну, это тоже, в моем понимании, ну, как минимум халатность. Вот. И тогда были такие же условия, и все решилось не в городе, к сожалению. А где? В области. Там пошли к губернатору, директор школы, общественность. Я так поняла, 24-я пока до губернатора не дошла. Я хочу сказать, что тогда этот вопрос решился, и, наконец-то, мы тогда ее отстояли и подстроили. А сегодня такая же ситуация еще хуже, с 24-й школой. Нет, до губернатора я в прошлом году обращался к нему в приемную, но он меня с этим вопросом отправил к Галлицких Александру Александровичу. Александр Александрович, вы меня слышите, я хочу вам напомнить это. Мы с вами выходили, вы все прекрасно понимаете. Вы мне пожаловались там на проблемы с другими школами, сказали, вот и 29-я нуждается в расширении. Я вам хочу сказать, что и ХБЛ нуждается, гордость наша, и самое главное, физмат нуждается в расширении. И это все школы в Первомайском районе, в исторической части. И хочу рассказать всей общественности, чиновникам, попинять, что с 89-го года в нашем Кирове, городе, не построено ни одной новой школы. В городской черте вы имеете в виду? Да. Не построено ни одной школы. А требования к этому есть. Если мы строим с вами демократию, то я хочу сказать, что это не демократия. Это какой-то, знаете, ну вот варварский период, если мы не заботимся о будущем. Мы детские сады стали строить недавно. Так что же с 24-й школой? Что же с 24-й школой? Там вот этот район в свое время, еще лет 15 назад, он был запланирован, что 24-й школу, когда ее с Кепла переводили в Ясли 52-го года, там был запланирован целый участок вот этот. Потом там построили один дом сзади, второй, третий, территория подрезалась, потом появился торговый центр Сандии. Для меня эта схема, наверное, однозначно коррупционная. Мало того, этот Сандий посадили на коммуникации школы, представляете? То есть это явно нарушение, можно, кто подписывал в тот момент эти документы, я считаю, что это коррупция. И вот эта территория осталась совсем небольшая. А кто подписывал, кстати? Я не знаю, надо смотреть. Это должно как бы расследование происходить. И вот эта ситуация, когда сегодня участок остался, там 0,8 гектара без школы находится. Со школы это будет гектар с небольшим. И вроде бы по нормам там нужно примерно 1,3 гектара для строительства новой школы. Вроде бы не получается. Но я-то как раз говорю, ратую за то, что должна быть реконструкция во четвертой школе. И вот мы на этой площадке, где сейчас забор зеленый, мы должны построить... Подготовленное под строительство высотки. Да. Мы должны построить школу на 650 мест. У меня господин Быков и администрация вот на этой думе говорили, да мы не против школы, но этот участок, школа маленькая, она не получится. Мы с Юрием Викторовичем Красулиным, замом по строительству Ириной Васильевной, архитектором, они также первоначально полтора года назад в штыки приняли, сказали, мы найдем другое место в этом районе. И они не нашли этого места. И сейчас... Но вот как раз то, что там получится школа на 650 мест, это они просчитывали, строители и архитекторы. Там все посадка возможна. Еще раз. Значит, тогда вы пришли к выводу вместе с Красулиным и... Что нужна здесь школа. Что школа нужна и возможно ее строить. Мало того, выступали... И возможно ее строить. Да, и необходимость есть. Тогда выступал глава департамента Кадачиков Владимир Леонидович и сказал, да, в этом время нужна школа. Выступал представитель в департаменте области, представитель, по-моему, вот как-то на Офамилии или Осмин, или Осминин, представитель департамента области, который курирует город. Он выступил, тоже нужна школа. С чем к вам обратились родители школы сейчас? Родители, что нужно что-то делать со школой, она маленькая, и там учатся 404 человека. И мало того, я ожидал, что Роспотребнадзор в этом году закроет школу. Но он со скрипом, с задержкой выдал... Ну, я понимаю, что они не хотят вообще поставить... Ну, куда детей-то девать? Они выдали им паспорт, Роспотребнадзоровский, всего на 300 учеников. А куда будем девать остальных? Ну, это еще первая весточка. Ну, там сложилась еще такая ситуация, если в прошлом году земля была городская, и я так и не достучался до чиновников. Представляете, все говорят, да мы не против, но вот это, это. То сегодня... И потом крик, и передали крику. Он расселением занимался. Это правительство области, 100%. Я обращался тогда к губернатору с Галлицким, Галлицким ничего не решил. Тогда мы... Я ходил на общественное слушание, и я им просто эту школу... Дом зарубил. Там была должна быть стена, сначала 16-этажная, потом они даже говорили, что там 18-этажная, потом 23-этажная. Представляете, какой там, уважаемые жители города, какой вот каменный мешок. Напротив Ленина 29-этажка, и то она портит вид. Я прекрасно себе это представляю, потому что вот тот маленький корпус школы, где учится моя дочь, около него встала в этом году огромная высотка, и теперь дети греются на одном маленьком пятачке солнечном за школой, и все остальное в тени, и снег не тает. Это тоже нарушение. А вот эта высотка, пусть ее даже поджали благодаря как бы моей, в том числе, позиции на общественных слушаниях, она стала, условно говоря, узкая, 17-этажная. Да. И вытянулась, ну, двухэтажная секция, она вытянулась вот во всю улицу Ленина, от Розовик-Сембурга, фактически до торгового центра Санте. Все-таки, а там будет дом? Или вам удастся добиться того, что там будет школа? Вот, смотрите, сегодня меня не слышит господин Быков, несет персональную ответственность за это, как бы он ни смотрел. Он, знаете, мне что предлагает? Он говорит, у нас сегодня денег на эту школу, я вам предлагаю. Так давайте мы заберем эту землю, а сегодня это дано к Чусу, к Кочеру Сергею Ивановичу. Я считаю, с Кочером Сергея Ивановичем можно смело договориться. И я уже провел переговоры, зам был по строительству Новый Морозов Роман Александрович, и был, сам Сергей Иванович не приехал, приехал его генеральный директор, мы с ним проговорили, я говорю, возможно, вариант обсуждать, что вот вместо вот этого 0,8 гектаров мы вам отдадим там полтора, и, возможно, 2 гектара в другом месте. Ну, у него глаза загорелись, он понимает, что да, это выгодно, он говорит, а где? Но я не могу вести переговоры, потому что нужно подключать строительство, архитектуру. — Вернемся к моему вопросу. Вы вынесли этот вопрос на Гордуму, текущую Гордуму. Что сказали вам коллеги-депутаты? — Ну, я хочу сказать, у многих коллег-депутатов есть определенное какое-то равнодушие. Вы знаете, ну, они все говорят, ну, вроде надо, да, наверное, надо, но позиция самого Владимира Васильевича, он знаете, что предлагает? Вот, уважаемые граждане... — Нет, погодите, нет времени, все-таки. Что сказали депутаты? Кто вас поддержал? — Депутаты не против, да, в принципе, никто не против, они все говорят, но, наверное, надо. — Они не против точно так же, как и Владимир Васильевич. — Да, но когда дело доходит до конкретики, решений-то, движений-то нет. Вопрос перескоков Александру Юрьевичу, окажите свою позицию. И господин Быков предлагает, а мы сейчас строим новую школу, это у Гринхауза, знаете, на Ленина, там, в Чижах, за Чижами. И он предлагает детям с 24-й школы ездить туда, в новую школу. — Бороться будете дальше? — Ну, я предлагаю, нет, одному мне не перебороть городскую думу и не застать администрацию города. Я считаю, вся общественность должна стать на защиту, тем более 24-я школа, на историческая школа. И в этом месте... — Как общественность станет на защиту 24-й школы? — Ну, давайте отклики, отзывы, давайте проведем митинг. Самое главное, вы представляете, вот, уважаемые граждане... — А родители готовы выйти на митинг? — Да, они мне сегодня об этом говорят. — Поняла. — Давайте к президенту обратимся. — Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, через две минуты вернемся. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Поддержка программы «Особое мнение». — Коммерческий банк «Хлынов». «Особое мнение» на 101FM. — И это «Особое мнение» депутата Кировской городской думы Владимира Журавлева. Продолжаем. Я бы хотела на три минуты выделить на вопрос по центральному рынку. 8 апреля, достаточно давно уже теперь, была встреча с инвестором. Инвестор представлял Геннадий Гутман. Напоминаю, что компания BSP Invest Plus будет реконструировать и строить новые помещения на центральном рынке, реконструировать старые. На встречу были приглашены арендаторы, но вот, например, я вас там не видела. А помню, что вы выступали, думаю, слушатели тоже помнят, со своими предложениями, что и как должно быть на центральном рынке. В частности, вы говорили о том, что необходимо предоставлять преференции для местного производителя на центральном рынке. Вот как сейчас вы рассматриваете идет процесс? Как вам понравилась эта встреча? Наверняка вы читали, как минимум, о ней. Что думаете? Ну, я, во-первых, однозначно скажу, что тот конкурс, который объявлен администрацией города, он с нарушением, он не в интересах города. Мало того, в будущем те условия, которые выдвинуты там, они однозначно будут интерпретироваться как уголовное дело. Я думаю, что через 2-3 года мы можем получить уголовное дело. Я об этом предупреждаю Александра Викторовича Перескокова. Владимир Васильевич косвен, он ничего не подписывал, но я думаю, что он тоже такой один из вдохновителей передачи этого. Для меня вопрос. Если то, что мы сегодня передаем, сколько стоит оно имущество, оно не оценено. Как же не оценено? Нет, нет оценки, к сожалению. Я задавал вопрос, в какую сумму это оценено. Я не отвечу вам сейчас, потому что мне нужно посмотреть это материал. Я вам хочу сказать, что цена не сказана, а это главная проблема. Мы сегодня передаем то, что в моем понимании стоит миллиард рублей вместе с землей, прежде всего, потенциал. А через 8 лет нам отдадут 5000 квадратных метров, но давайте умножим на 60 тысяч, это всего 300 миллионов. Владимир Вениаминович, посмотрите, вам нравится центральный рынок, который в том виде, который он сейчас существует? Вот смотрите, я как раз человек дела, я хотел бы сказать, что я предлагаю, и это мое условие выработано не только мной, но это поддержано и прокуратурой, и антимонопольной службой. Где это написано? Это я вам говорю. То есть я вел переговоры, и вот когда был протест, выносился прокуратурой, и вот сейчас дальнейшее движение, я знаю, что это решение мы постараемся обжаловать в суде. То есть вам нравится сам путь, который избрала городская администрация по передаче имущества и по выбору инвестора? Во-первых, ну, вы смотрите, какая-то подмосковная фирма, даже не Москва, узнала об этом конкурсе. Как она пришла? Фирма-однодневка. Да я не доверяю этому. Понимаете, фирма создана 26 января 2015 года с установленным капиталом 10 тысяч и претендует на то, чтобы вложить полтора миллиарда рублей. И это, знаете, как вот анекдот, я тут на заседании городской комиссии тоже рассказал, посмеялись, хочу, чтобы вот и граждане посмеялись. Знаете, вот проходит конкурс, чиновник говорит об условиях конкурса, а представитель частной фирмы говорит, вы знаете, мне кажется, что наша вот частная фирма не выиграет этот конкурс на вот на это. Чиновник говорит, а спорим за 15 процентов, что выиграете? Владимир Вениаминович, скажите мне, пожалуйста, почему вас не было на встрече 8 апреля? А я хочу сказать, что Владимир Васильевич Ефе ведет такую политику, он меня от всех, он понимает, что Журлев может поменять ситуацию, как недавно на комиссии, хотя я не член этой комиссии, я поменял мнение. Владимир Васильевич высказался в одну сторону, я совершенно противоположную, и депутаты проголосовали за мое предложение. Он откровенно боится меня, и боится, знаете, причина какая, не в том, что там мужчина другого боится, потому что за мной правда, а Владимир Васильевич пытается что-то скрывать для себя, какие-то интересы имеют, не знаю. Что в таком случае вы считаете необходимо сделать сейчас на данном этапе, а в процессе, например, вот сейчас идет процесс проектирования, насколько я знаю? Я предлагаю остановить этот конкурс и сделать таким образом, создается акционерное общество, 100% это городское предприятие, оно туда передается имуществом в хозяйственной виде, это нормальный процесс, и сам город организует работу по реконструкции этого рынка. Не нужны деньги, условно говоря, других инвесторов. Здрасте, а откуда у города такие деньги? А я скажу, что вот продать нашим арендаторам места, они готовы купить до 30-30, то есть, примерно, 8-10 тысяч метров купят те арендаторы, которые сегодня там находятся. Таких вот заявлений я нигде не видела. Почему? Я об этом писал, в газете «Бизнес новостях», в газете «Вятский наблюдатель», в Вятском крае, на интернет-сайтах. Я не видела, это вы от имени каких арендаторов выступаете? Это я, во-первых, проговорил с арендаторами, с группой арендаторов, там у них так называемый профсоюз, и несколько раз, три раза был на рынке и проговорил этот вопрос в широком составе. Они меня все поддержали, хотя некоторые сказали, снова покупка, я говорю, но вы будете собственниками, и мы регистрируем право на этих людей. Мы продаем 30% этих площадей, 51% это 16 тысяч квадратных метров, при том они достанутся в итоге за счет инвесторов в городу без денег. Ну вот людям трудно сейчас на слух воспринимать цифры, которые вы приводите. Единственное, что меня всегда, знаете, вызывает сомнение, что вот вы, да, Валерий Николаевич, Турула защищает малый бизнес, вы говорите, люди за мной, они мне говорят. Вот я подписи не вижу. Нет, погодите. Людей этих не вижу. Хорошо. Они-то сами почему не пишут письма, объясните. Я хочу сказать, давайте, знаете как, мы отбросим людей, я предлагаю схему, при которой рынок останется за городом. И городу не нужны деньги, мы за счет инвесторов. Мало того, мы еще там сделаем ярмарку 5 тысяч, 5 тысяч квадратных метров, где разместятся все производители продуктов. Вы можете еще какие-то фамилии назвать? Вот я к чему. Так это дума может и администрация сделать. Мы горожане можем сделать. А, поняла. Мы, это мы, это все граждане города Кирова. Поняла. Центральный рынок в инечном итоге, собственность города. То есть конкретных лиц, которые говорят, вот у меня есть деньги, я готов вложиться. Я хочу сказать, Светлана, я готов бесплатной основе создать это акционерное общество, которое 100% городская администрация. И собрать деньги. Собрать деньги, построить этот торговый центр без зарплаты. И через 3-4 года передать его городу, спокойно уйти с этой должности, показав, что для города можно и просто служить. И не приобретя себе там ни метра квадратного. Потому что, знаете почему? Не потому что я бессеребренник, а просто мне надоело вот это жлобство, которое сегодня существует. Все хотят урвать и ухватиться. Мы с вами не успеем Италию такими темпами обсудить. Хорошо. Предложение есть, оно поддержано и антимонопольной службой, и прокуратурой. Принимается, ответили. Притом законная. Ответили. Есть еще на сайте пара вопросов. Один из них перекликается с тем, что вы сейчас говорили. Правда, так составлено немножечко странно, но тем не менее. Мария говорит, в будущем году выборы. Будете ли вы выдвигать свою кандидатуру? И когда уйдет Быков? Вот такой вопрос. Ну, я тут спрашивал на Думе, сказал Владимир Васильевич, может быть, вполне он сказал до 2017 года. Но я думал, ну, жизнь же всякая бывает. Не знаю, Быков. Когда уйдет Быков, нужно спросить Владимира Васильевича. Это выбор. Хотя я знаю, что у него такие порывы были. Ему непросто. Девятый год. Слишком много всего накопилось. Он уже не молод. Поэтому, возможно, он и уйдет. Это вопрос не ко мне. Я его сместить сразу хочу сказать. Мне говорят, что Владимир Васильевич, я не смогу сместить. И даже я не смогу организовать процесс, как бы я, может быть, этого не хотел. Считаю, что Владимир Васильевич, в моем понимании, наверное, не соответствует. Потому что есть другие люди, которые способны сделать больше и правильнее. Но большинство, вы знаете, какая у нас городская дума. Это твердая. Люди, которые... Большинству здесь не высказываться ни по одному. Я за три года не слышал ничьих мыслей. Но они четко голосуют, как скажет Владимир Васильевич. Вы такую думу хотели возглавить? Нет, такую думу. Но я бы постарался сделать, чтобы на следующих выборах многих депутатов там просто не было с такой позиции. А пришли люди такие неуспокоенные. Извините меня, конечно, но я считаю, что вот нормальные депутаты. Это Турула, это Дмитрий Русских. Вы знаете, даже Антон Долгих, вроде бы он такой скандалист. Но, по крайней мере, я знаю, что он не боится схваток. И он будет отстаивать. А большинство депутатов по разным причинам боятся высказывать свое мнение. Что вы будете делать на выборах ближайших? Вы знаете, вот я бы хотел... Коротко. Я не знаю. Не знаю, все. Еще должно, это достаточно долгое время. Все, я не знаю. Я не карьерист. Окей, не знаю. У меня с бизнесом все в порядке. Италия. Италия. У нас остается три минуты на Италию. В то время, как все, не жалея живота своего, что называется, трудятся на субботниках на благо нашего города, вы едете в Италию. Зачем? Было предложение. Я одно из образований получил. У меня есть друзья в российском консульсе в Италии. Это МИДовские работники. И они сказали, что вот, Владимир, есть такая ситуация, что итальянцы очень заинтересованы, итальянская торгово-промышленная палата заинтересованы в развитии отношений с Россией. Почему? Они борются за наш рынок. Америка поддавливает. Они очень недовольны. А это маленькие, небольшие предприятия. От 20 работающих до 200. Профиль предприятий. Это производство совершенно разное. Производство, вот с кем я встречался, и вот я по приглашению этого консула и по приглашению Генуэзской торгово-промышленной палаты и людей, которые организуют этот вопрос, поехал. У меня была за два дня встреча с 32 предпринимателями. Это все производили. Производят дизель, притом в разных. Его можно ставить на морские суда в Сосновке, которые делаются. Одна минута. И я уже конкретно подошел к обсуждению вопроса об открытии здесь производства мотороллеров итальянских. Я хочу сказать, что в 60... На какой базе? В Кирове, скорее всего. В Кирове или, возможно, в Котельниче. Объясню, почему. В 66-м году эта итальянская фирма уже построила у нас завод в Вятских полянах. Помните, Вятка Электрон? Это вот как раз построила производство. И вот эта итальянская фирма, они готовы заново сделать. Плюс они же предлагают сделать здесь, в России, маленькие самолеты. Одноместные, двухместные, четырехместные. Кто же на Кировской земле готов? Кто будет строить? Я. Вместе с итальянцами. И у нас даже вот есть... У меня площадка 5000 квадратных метров. Мы собираемся там сделать промпарк, чтобы несколько фирм. Плюс есть фирма, которая производит муниципальную технику. У них насосы мощные, подметальные, которые весь всю грязь и мусор, в том числе с тротуаров, могут убирать. В России такую технику пока никто не производит. Итальянцы готовы инвестировать? Они готовы инвестировать. Мало того, там был такой забавный случай в первый день. И я вот сказал, что «Сила искусства» очень такой забавный случай. Мы собрались вечером в ресторане, там они обсуждали. И там они, итальянцы, очень поют. Я решил тоже спеть. Я как бы недавнее время увлекся итальянской оперы. Я когда спел две песни, вы знаете, один... Они поняли, что дело состоится. Это нормальный человек. И ко мне подошел один соучредителей генуэзского порта, очень богатый человек. Он сказал, что я готов лыжить 50 миллионов евро. Оказывается, знаете, какая ситуация? 50 миллионов евро за то, что Владимир Леонидович спел. Нет, у него доверие появилось. Мотороллеры, самолеты. Одно-двух-четырехместные. Дизельные двигатели, оборудование металлообрабатывающее. Затем фирма «Фидео», которая сделала первый в мире пластиковый бампер на лянче. Они готовы рассматривать. Они готовы. Когда процесс начнется? Во-первых, фирма «Бомбели», которая делала муниципальную технику уборочного. Уже был в Кире. Уже был в Кире в конце марта. Когда строить начнете? Когда строить, ведутся переговоры, ведутся организационные. Мало того, итальянцы очень заинтересовались покупкой доли в нашем аэропорту и развивать аэропорт наш. И покупать самолеты, чтобы были рейсы в Турцию, в Египет, в Таиланд, в Вьетнам. Пусть они нам построят международный терминал. Они готовы. И грузовой в том числе. Это хорошие вести. Владимир Журавлев, депутат городской думы. Это было его особое мнение. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM